Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Барин, и сегодня уже седьмой выпуск читальной избы, который я решил приурочить в смертельной битве, или, проще говоря, Mortal Kombat. Тем более, что имеется на сей счет интересный инфоповод. В кинотеатрах вышел уже третий фильм франшизы, который является перезапуском именно кинофраншизы. И сегодняшнее обсуждение хотелось бы начать с книги Джеффи Ровина, которая так и называется «Смертельная битва». Была написана она в 1995 году, а, соответственно, на русском языке издавалась в 1996 году от издательства «Азбука». Значит, есть вот такая на этой книжке интересная пометка. В основу книги положены персонажи, созданные Эдом Буном и Джоном Тобиасом для Midway Manufacturing Company. Есть, значит, интересный у нее эпиграф. И у дерева со здоровыми корнями могут быть больные ветви. Гэхун, 320 год нашей эры. Есть интересное примечание самого автора. Помимо героев видеоигры «Смертельная битва», в романе действуют боги, драконы, чародеи и фольклорные персонажи из богатой мифологии Китая. Любознательные читатели могут получить о них более подробные сведения в книгах «Великие цивилизации Китай» Яна Моррисона и «Алхимия, медицина и религия в Китае 320 года нашей эры» в переводе на английский Джеймса Р. Вейра. У книги есть вот такая интересная аннотация. Темная ночь, шорох волн, древнее судно медленно подходит к причалу. На борт его поднимаются мастера боевых искусств. Они прибыли из самых отдаленных уголков Земли. На остров, лежащий между мирами, отвезет их таинственный корабль. Там отважных бойцов ожидает повелитель вселенной. Лучшим из лучших предстоит сразиться на турнире, чтобы определить судьбу человечества. Кто будет править нашей планетой в следующем тысячелетии? Наследник Императора Тьмы или Защитник Света Лорд Рейден? Это должна решить смертельная битва. Честно говоря, очень странная аннотация, поскольку то, что здесь написано, фактически в книге не фигурирует. На самом деле, эта аннотация даже будет более близка к фильму Пола Андерсона 95-го года. Значит, что можно сказать, в принципе, про сюжет? То есть, хронологически у нас книга поделена на две части. То есть, грубо говоря, есть у нас пролог, в котором, соответственно, как бы объясняется с точки зрения древней мифологии Китая, соответственно, как появился Панку, и, соответственно, он там разделился на темное и светлое начало, и так появились внешний мир и, грубо говоря, земное царство. Вот. Значит, потом у нас идет так называемая первая часть, которая разворачивается в 480-м году нашей эры в Древнем Китае, где у нас есть две сюжетных линии. Одна за Великого Кунглау, то есть я подчеркиваю, что именно Великого Кунглау, вторая, соответственно, за Шанцунга. Сюжетная линия Шанцунга рассказывает про то, что какое-то время назад он был отправлен в земное царство императором внешнего мира Шаокана, чтобы подготовить все к его вторжению. Точнее, вторжению его армии. То есть для этих целей как раз-таки Шанцунг организует турнир Смертельная битва, потому что, чтобы, скажем так, открыть достаточно большой портал из, соответственно, внешнего мира в земное царство, нужно много душ. Притом души нужны не абы какие, а именно души великих воинов. Собственно, как бы, что турнир и позволяет Шанцунгу эти души собирать. Ну, а значит, скажем так, появляется Великий Кунглау, который, собственно, все его планы и срывает. То есть у Кунглау тоже есть своя сюжетная линия, как я уже говорил ранее. И заключается она в том, что, соответственно, Кунглау мог видеть, скажем так, символы и знаки, которые не видели другие. То есть благодаря им он нашел лорда Рейдена и вступил в Орден Света, где, соответственно, и тренировался. Точнее, в Орден Белого Лотоса, если быть правильным. Где он проходил, соответственно, тренировки. И тогда описывается, что турнир Смертельной Битвы проходил каждый год. И вот он побеждал Шансунга, за что в наказание, соответственно, за вот эти все проигрыши. Шаокан из заставлял Шансунга отдавать этот самый частичку своей души, чтобы поддерживать портал между, соответственно, внешним миром и земным царством. И, на самом деле, из-за этого Шансунг очень быстро состарился. И тогда, поскольку он никак не мог победить Великого Кунглау, он прибег к помощи Шаокану, чтобы тот, соответственно, отправил ему гора. Вот. Есть, конечно, очень такой важный момент, что Великий Кунглау перед своим последним появлением на турнире Смертельной Битвы в храме оставил свой амулет, который считалось, что придаёт ему сил. И вот как раз-таки именно в последнем вот этом турнире горы и сокрушил Великого Кунглау. И вот после этих событий уже начинается вторая часть, разворачивающаяся уже в наше время. То есть самое, что, значит, интересно, то есть это, получается, в принципе, те же самые места, то есть окрестности Тянциня, Китай, наше время. Значит, гора нанимает Кана и Чёрных Драконов, чтобы они нашли амулет Великого Кунглау, дав им карту. Значит, Чёрные Драконы находят деревушку, в которой священнослужителем является никто иной, как Кунглау, то есть потомок того самого Великого Кунглау, хорошо знакомый нам по играм, и, угрожая убить всех местных жителей, заставляют, значит, его помогать им. Ну, имеется в виду Чёрным Драконом. Также у нас есть такая побочная сюжетная линия. Это то, что два, скажем так, оперативника, хоть и об этом прямо и не говорится, но предразумевается, как само собой разумеющееся, то есть, что это именно оперативники Special Forces, то есть начальником которых является Джакс, и это как раз-таки Сони и Люкан. При этом Люкан, по версии этой книги, бывший ученик Кунглау, они, значит, следуют, грубо говоря, за Акана по пятам. Вот. И также, собственно, спасает местных жителей от убийства со стороны головорезов Кана, именно Рейден. Также, как и в первой части, у нас есть во второй, вторая сюжетная линия, которая заключается в том, что Саб-Зиро убил, соответственно, так скажем, отступника из своего, именно, клана Ниндзь, то есть, в данном случае, это некого Йон Парка, который в свое время сбежал из клана, обзавелся семьей, притом на глазах у его жены и сына. И позднее, соответственно, к сыну Йон Парка, то есть Цую, как раз-таки явился отец с просьбой отомстить за себя, при этом, скажем так, наделив его кое-какими способностями, из-за чего, как бы, сын его взял имя Скорпиона. И, то есть, расклад сил в этой книге получается именно такой, что у нас есть, как бы, с хорошей стороны. Это Рейден, Кунг Лао, значит, Люкан, Соня, и, как раз-таки, Скорпион, который, по этой версии, все-таки человек, хоть и со сверхспособностями. На стороне, соответственно, плохишей, у нас есть Шансунг, Гора, Рептилия, Саб-Зира, который работает на Шансунга. Также есть еще Барака, но у него, скорее, такое больше эпизодическое появление. И где-то, соответственно, фактически за кадром присутствует Шаукан, который через портал связывается с Шансунгом и дает ему инструкции. Вот, то есть, честно скажу, что данная книга может зайти не всем, но, честно говоря, я вот ее перечитал с удовольствием несколько раз. То есть, очень рад, что у меня есть вот экземпляр в коллекции. Вот, в принципе, не такая она уж и редкая. Можно на Авито или на Азоне даже ее найти. Но ценники на нее, конечно, могут варьироваться. И, в принципе, что меня позабавило, как мне показалось, вот какие-то элементы именно этой книги, они попали в новую экранизацию. Хотя, тем не менее, все-таки надо признаться, что фильм, скорее, больше мне не понравился новый, чем понравился. То есть, там, пожалуй, самое, что интересное в нем есть, это куча фан-сервисов и отсылок, на чем, собственно, он и держится. Вот. Но, значит, все-таки на сегодня именно книгой Джеффа Ровина мы выпуск не закончим. И хотелось бы вам привести в пример еще и по факту такой, я бы сказал, очень масштабный и очень хороший фанфик, то есть фанфикшн, грубо говоря, от Евгения Иванющенко, известного как Тамплиер. Значит, вот, что пишет в предисловии автор. Данное произведение является фанфиком. Все права на персонажи принадлежат Незереум Студиос. Я, в свою очередь, как фанат серии игр Мортал Комбат еще с детства, хотел написать что-то вроде книжки по игре. И вот, похоже, наконец, воплотил детскую мечту. Я старался близко следовать канону, но не в ущерб здравому смыслу. Многое взято из первого фильма Мортал Комбат The Movie 1995 года, многое из игры Мортал Комбат Шоулинг Монкс 2005 года, и без сомнений из новой игры Мортал Комбат 2011. Многие вещи я придумывал сам, но всегда старался передать атмосферу игровой вселенной смертельной битвы. Надеюсь, вам понравятся, дорогие читатели. Ну, собственно, что здесь можно сказать вкратце про само это произведение. То есть, здесь у нас, честно говоря, совсем немного глав. То есть, если быть, соответственно, точно, то, по-моему, их тут всего пять. Значит, и, по факту, это такая своеобразная новолизация фильма Пол Андерсона 1995 года. То есть, от себя только добавлю, что, кроме перечисленных игр, соответственно, которые здесь приводит автор, также есть еще и первая и вторая часть Мотору Комбата и, конечно, Саб-Зир Мифологис, тем более, что ее события здесь напрямую упоминаются. То есть, значит, то есть, есть, значит, какие, скажем так, отличия. Ну, во-первых, автор, скажем так, добавил даже кое-какие сцены, которые в фильме подразумевались, но по тем или иным причинам либо в него не вошли, либо не были сняты. То есть, расширена, например, роль Артлина, то есть, видно, как он выигрывал несколько битв, то есть, сам турнир достаточно явно так показан. То есть, в чем была, например, проблема фильма, так скажем, в этом вопросе, нам как бы показывали только, как взянуться, в принципе, главные герои. То есть, там, собственно, Люкен, Джонни Кейдж и Сонни. Вот, что там делают, как бы, в принципе, остальные, нам не показывались. То есть, там показывало, показывало, что куча народа села на корабль, вот, и потом, когда мы уже забыли, что там есть какие-то другие герои, собственно, были сцены, где просто город там налево и направо крушит воинов земного царства. Значит, здесь все-таки они присутствуют, здесь именно описаны как раз-таки поединки, то есть, зачастую земляне проигрывают, и, в принципе, у нас держатся только молодцами это вот четыре персонажа, то есть, Люкен, Сонни, Джонни Кейдж и вот как раз-таки Артлин, то есть, опять же, показано, как герои тренируются, опять же, показано, как они выигрывают, значит, потом Артлин у нас погибает, именно, и как раз-таки есть вот сцена, которая предразумевалась в фильме, но, насколько я помню, которую даже не сняли, где у статуи Великого Кунглау Артлина захоранивают. Также есть одна особенность, то есть, как и было в фильме у Пола Андерсона, Люкен, потомок Великого Кунглау, вот, но также, соответственно, и Кунглау у нас, получается, тоже потомок Великого Кунглау, и здесь есть особенность, что Люкен и Кунглау, они между собой дальние родственники, то есть, они какие-то там то ли троюродные, то ли двоюродные братья. И также именно город победил Люкан, как нам в прологе второй части игры, допустим, показывали, присутствовали, соответственно, как независимые наблюдатели монахи Ордена Белого Лотоса, значит, Соня Кана все-таки не убила, вот, она, скажем так, его победила, но договорилась, чтобы Шансунг отправил его под арест, что после турнира она, значит, хотела его, соответственно, забрать, чтобы его уже судили в США. Значит, и, в принципе, объяснено было, как, значит, Скорпионы и Саб-Зиро заставили работать на Шансунга, при условии того, что, как бы, в фильме нам только Шансунг вкратце упоминал, что Саб-Зиро и Скорпион смертельные враги, которые вот сейчас работают на него. То есть, там эти сцены были расширены, более того, все-таки отношения между собой они, так скажем, выяснили, при том, это было, ну, чем-то похожим на то, что нам показали в игре Motor Combat 2011. Также показывалось, что Кунг Лао пробрался на турнир, как раз-таки, маскировался под видом Стражника Шансунга. То есть, очень много, на самом деле, интересных деталей, то есть, не скажу честно, что прямо все в этой книге хорошо, но вот если бы, допустим, в каких-нибудь бестселлерах Голливуда в 90-м, допустим, пятом, там, в 96-м году такая бы книга вышла, вот как ее написал автор, конечно, была бы точно хитом. То есть, насколько я знаю, были еще отечественные книги от издательства Минск, но ни одной из них у меня, к сожалению, нету, то есть, были они там хорошими, плохими, там, совершенно там, нечитабельными и прочее, тут я ничего сказать не могу. Ну, вот, значит, однозначно могу рекомендовать всем поклонникам Смертельной битвы фанфикшн от Иванющенко, то есть, он либо будет тамплиер, либо, соответственно, Евгений Иванющенко, потому что это вот действительно, можно сказать, такая новолизация как раз-таки фильма Андерсона, но с кучей исправлений, вот, что порадовало именно у него как раз-таки Кунг Лао с таким характером, каким он был в оригинальных играх серии, то есть, вплоть именно до Шоу Линь Монкс, потому что, как мы знаем, когда вышел Шоу Линь Монкс, пускай он и не каноничный спин-офф, но именно после этого характер Кунг Лао в играх, начиная вот с Армагеддона, резко пересмотрели, и что в Армагеддоне, что в новой хронологии он какой-то совершенно такой пафосный выпендрежник с чувством собственной важности, которым он изначально и не был, то есть, если мы помним, по оригинальным играм он даже отказался участвовать в турнире смертельной битвы в пользу Лю Кана, и только когда, значит, Барака с войсками внешнего мира атаковал как раз-таки Шоу Линь, и убил там множество монахов, Кунг Лао только отправился в внешний мир с воинами земного царства, чтобы, что называется, поквитаться с Баракой, и как раз-таки в третьем Мотор Комбате препятствовал вторжению армии Шау Кана, и вместе с Лю Кангом как раз-таки и победил Шау Кан. Вот здесь он именно по характеру близкий к более, так скажем, привычному нам концепту, нежели в последних играх серии. Что касается книжки соответственно Ровина, там есть, честно говоря, очень много отступлений, понятное дело, от первоисточника, но надо понимать, что к тому моменту еще соответственно какой-то вот скажем так мультивселенной смертельной битвы еще не сформировалась, то есть очень многое было неясно, что-то разработчики выдумывали на ходу, и даже не было вот допустим такой вещи, так скажем, как вот допустим в новых играх, да, то есть у нас был Motor Combat там 2000 допустим 11, Motor Combat 10, ну в которой вроде как друг друга продолжали, а потом вышел Motor Combat 11, который очень многие оригинсы персонажей просто переписал на ходу, и в принципе такое тоже имело место быть, потому что там допустим то, что нам показывали во второй части, она очень сильно потом отличалась от третьей, впоследствии уходил Motor Combat Trilogy, который по идее все это как-то должен был всю трилогию между собой нормально связать, то есть события все хронологические, вот то, что изменились там и биографии персонажей, соответственно какая-то хронология как-то ясность больше внесла, вот, так что поэтому как такой вот скажем артефакт, эта книга интересная и ее тоже я могу спокойно рекомендовать, но к сожалению боюсь, что кому-то она может не зайти, вот, про комиксы я предлагаю поговорить как-нибудь другой раз, ну, а на сегодня я думаю это все, прошу прощения, что все вышло так достаточно сумбурно, но я все-таки готовился, что называется, без бумажек, до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok